О борьбе с коррупцией в регионе говорили на прямой линии в Республиканской общественной приемной главы КОМИ. Провести ее предложили сотрудники Следственного комитета. Они ответили на вопросы жителей и рассказали о результатах антикоррупционной работы. Репортаж Константина Куратова. Взятка, превышение полномочий, служебный подлог. Для блюстителей закона коррупционеры сегодня вполне предсказуемы. Отсюда и количество громких дел. С начала года из 116 обращений граждан больше половины стали вполне обоснованными уголовными делами. Это просто потому, что отношение к заявлениям нынче другое, поясняет Следственное управление. Сейчас прокурор ориентировал на другое. Не перенаправлять, а самому проверить установленные сроки. И если есть признаки состава преступления, вот в этом случае направить нам материал. И мы уже поступая материалом, мы, грубо говоря, отказать-то уже не сможем. То есть мы проводим проверку и возбуждаем уголовное дело. Допустим, по коррупционным проявлениям, к нам за полугодие поступило, по-моему, порядка 15 вот таких вот постановлений. Из них 13 уголовных дел возбуждены. То есть эффективность вот она. Бывший глава Книжпогорского района Виктор Попов сегодня в следственном изоляторе. Эффективность его работы вовсю оценивают следователи. Но оказалось, претензии, как с чиновнику, есть не только у правоохранителей. У нас глава, руководитель района, значит, в 11-м году был уволен с работы. И тут же без согласия в тесте был принят. И оформил за это время себе педагогу служащего. Я считаю, что это полная коррупция. Расплата за должностные преступления не всегда адекватна проступку. И к работе судов у представителей обвинения тоже есть вопросы. К примеру, экс-мэр Печоры Василий Торлопов за взятку осужден на 7 лет строгого режима. И в то же время начальник одной из колоний Коми Виктор Стародубец за почти идентичное преступление получил лишь условный срок, который, к слову, тоже обжалован. Самое, как говорится, рыбное место, по мнению стражей порядка, в коммунальной сфере. Вот где работу для следственных органов хоть отбавляй. Звонок возмущенной женщины – лишнее тому подтверждение. Ее спич, наверное, повторили бы многие жители республики. Мы предполагаем, что это действительно коррупция. Понятно. Потому что и завышенный тариф. Деньги куда-то уходят. Мы не понимаем, куда они уходят. Одна из коррупционных сфер – это сфера жилищно-коммунального хозяйства, где, как и в других сферах, и в сферах бюджетного, бюджетных правоотношений, желания и возможности чиновников положить в себе в карман что-либо наиболее великие, и эти возможности наиболее реализуемы. Поэтому прокурор республики в этих сферах старается проводить на большее количество проверок, и они реализуются, как правило, уголовными делами. С начала года в суд уже направлено 37 дел с признаками коррупции. В числе обвиняемых – сотрудники ГУФСИНА, муниципальные чиновники, врачи и преподаватели. Общий ущерб почти в полмиллиона рублей коррупционерами возмещен практически полностью. Впрочем, эту статистику правоохранители обещают еще улучшить. Константин Куратов, Денис Сидоров, Олег Юшков, телеканал Юрган.